Здравствуйте! Вы смотрите новости Жердевского района. С вами Маргарита Куксова. На этой неделе, 15 февраля, глава региона Максим Егоров отвечал на вопросы жителей в прямом эфире. Максим Егоров во время двухчасового диалога с тамбовчанами успел ответить примерно на 40 вопросов из 4 тысяч поступивших. Жердевцев волновали вопросы ремонта дорог и пассажирских перевозок. В завершении глава региона заверил, что ни одно обращение не будет проигнорировано. На каждое жителю придет ответ. 35-я отчетно-выборная конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялась на этой неделе. Началась встреча с торжественных моментов. В этом году местное отделение партии пополнили три новых члена. На прошедшей конференции партбилеты получили Татьяна Ильина, Ульяна Тарасова и Алексей Митрофанов. И сейчас в состав партии входят 505 жердевцев. Благодарностью местного отделения за активное участие в партийном строительстве была отмечена Вера Иванова и другие активисты партии. Чествовали и волонтеров, участников акции «Мы вместе», в ходе которой добровольцы осуществляют доставку медикаментов больным коронавирусом. Среди них Елена Дмитриева, Александр Ростовцев и Мария Тараненко. Затем перешли к повестке дня, которая началась с доклада руководителя местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Саблина. Сергей Владимирович осветил самые важные моменты в работе партии за предыдущие пять лет. А также в ходе заседания рассмотрели вопросы об избрании секретаря местного отделения и делегатов на 34-ю конференцию Тамбовского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 33 года назад, 15 февраля, для воинов ограниченного контингента советских войск завершилась война в Афганистане. Именно в этот день последний солдат советской армии покинул чужую страну. 127 жердевцев в период с 1979 по 1989 годы проходили срочную службу в Демократической республике Афганистан. Трое из них погибли при исполнении служебного долга. Это Сергей Баженов, Николай Воронин и Виктор Грачев. Их фамилии теперь высечены на гранитном камне памятника воинам-интернационалистам, который более известен жердевцам под названием «Три журавля». Ежегодно здесь 15 февраля возлагают венки и живые цветы. Почтили память воинов-земляков глава жердевского района Александр Быков и председатель районного совета народных депутатов Сергей Саблин, а также ветераны афганских событий, которые сегодня живут в Жердевском районе. Для участников боевых действий в Афганистане специалистами районного центра культуры и досуга был подготовлен видеоконцерт, который из-за ограничительных мероприятий можно посмотреть только в онлайн-формате. Видео доступно на сайте ЦКД, а также в группах центра культуры и досуга ВКонтакте и Одноклассниках. На этой неделе 15 и 16 февраля состоялся 12-й открытый чемпионат интеллектуальных игр «Что, где, когда» среди школьных команд Жердевского района под названием «Весенний Бриз». В нем принимали участие обучающиеся двух возрастных категорий. Это 6-8 классы и 9-11 классы. В связи с эпидемиологической обстановкой игры проводились в разные дни для городских и сельских школьников, команды встретились в зале Дома детского творчества. Этот чемпионат уже проводится ежегодно. Он объединяет в себе активную и талантливую молодежь нашей области. Организатором является Управление образования и науки Тамбовской области. Всего в чемпионате приняли участие 10 школьных команд. 4 команды первой возрастной категории и 6 команд второй возрастной категории. «Настроение замечательное, впечатления тоже, потому что давно нет таких открытых мероприятий, а это живое общение. И подготовка подходила так же, оставались после уроков, всякие интересные факты в интернете искали, то есть какие-то подготовительные вопросы, опять же общались и смеялись. Но сегодня главное для нас не победа, а удовольствие от самого процесса, от игры». «Эмоции положительные, мы всегда готовы к бою, готовились очень тщательно, все учили и повторяли». «Вопросы на этом этапе даже полегче, чем в том году были. Потому что, может быть, мы готовились не так уже тщательно, как и в этот раз, но мы настроены, кстати, на победу». Команда «Искатели» Шпикуловского филиала в этот раз смогла занять третье место. Впереди оказались команды «Маленькая страна-2» – второе место, и «Золотая середина» – первое место. Обе команды из Жердевской СОЖ. Это в первой возрастной категории. Впрочем, и во второй возрастной категории школьники из Шпикуловского филиала Жердевской школы номер 2 также на третьем месте. На втором – опытная команда Жердевской СОЖ под названием СССР. Команда СССР, которая сейчас в 10-м классе, они играют с 7-го класса. Как мы готовимся? Тренируемся по вопросам прошлых турниров. Участвуем в интернет-играх интеллектуальных. И у нас есть часы дополнительного образования, внеурочной работы, где мы тренируемся. Как я им всегда говорю, нужно раскрутить вопрос. То есть поймать ту ниточку, за которую можно вытащить правильный ответ. Вот этому я их учу. Всего один балл отделил первое место от второго. И команда «Маленькая страна-1» Жердевской школы в этом году стала лидером игры «Весенний бриз». В спортзале бурнакского филиала Жердевской школы номер 2 прошла тренировка по пулевой пневматической стрельбе. Дети готовятся принять участие в биатлоне, который запланировано провести в поддержку наших участников зимней Олимпиады в Пекине. Организатором соревнований выступил военно-патриотический клуб «Гюрза». Жительница Шпикулова Екатерина Чернобровкина в прошлом году стала участницей всероссийской акции по сохранению и изучению видеовоспоминаний детей войны под названием «Мое детство. Война». Цель акции – сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев, людей, чье детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы. Для участия в проекте наша землячка подготовила видеоинтервью своего дедушки Чернобровкина Вячеслава Алексеевича. Он родился в 1938 году. На момент начала Великой Отечественной войны ему было три года. Проект «Мое детство. Война» стартовал два года назад. Он подтвердил свою значимость и будет продолжен и в текущем году. Сбор видео-воспоминаний детей войны проводится при содействии членов Общественной палаты Российской Федерации и направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В Жердевском районе в рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» состоялся традиционный районный турнир по футболу на льду. Соревнования прошли в селе Визовое в минувшую субботу. В хоккейной коробке встретились пять команд. В борьбе за третье место победу одержала команда детско-юношеской спортивной школы. Футболисты Бурнака стали серебряными призерами. Победа досталась команде ветерана футбола. На сегодня это все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова